Всем привет, привет, ребятушки! Меня зовут Истин, и мы канал Истин ТВ. А здесь так громко, что вам, наверное, ничего не слышно, но мы с Истином. Где? На фестивале роботов. Вот, тут картинки. Где сейчас пойдем на них смотреть, и вам все покажем. Ну что, погнали! Спасибо за вас. Спасибо. Чем занимаешься? Ты дедом сайта? Ты дедом сайта? Проси кто-нибудь. Как тебя зовут? Меня зовут Кики. Кики. Красивое имя Кики. Змея. Змея немножко необычная. Здесь у нее находится свет чувствительный глаз, когда к нему что-то приближается. Она, скажем так, реагирует на ваше приближение. Поднести к нему, чтобы кто-нибудь что-нибудь трогает. Каждый может подойти строго по одному разу попробовать, чтобы все успели. Ари! Давай, Адрик. Давай, Адрик. Мишка, давай. Такая вот злая. Там издалека, издалека, издалека Франции, у него есть небольшой французский акцент и функция телефикации. Функция телефикации – это способность робота подключаться к мобильному телефону или планшетку. Рити подключается с помощью сети Wi-Fi и специального приложения, которое так и называется Рити. Там его можно настраивать на любой разговор, любое взаимодействие, посмотреть за тем, что происходит вокруг него с помощью камер странных в два глаза. А у нас к нему была загружена самопрезентация. Пожалуйста, послушайте. Этот человек уже предложил вам рассказать про меня? Не стоит его слушать. Я сам могу про себя рассказать, ищу про главных наших роботов. А если сил не захочу, то и про вас расскажу. Сам я скромный робот из Франции. Могу рассказать вам о чем угодно, только попросите. Также могу быть охранником. Охранять комнату от родителей, чтобы они ничего не трогали. Пока вас нет дома, я буду их отпугивать вот так. А мое лицо настолько подвижное и выразительное, что даже в шинке приезжал ко мне, чтобы я дал ему пару уроков. Да, да, я не вру. А за ляду, она поедет на ней, где-то будет начинать. Она будет уже поезжать в области. Я думаю, что она будет. Начинает рисовать с контурных линий, переходя к мелким деталям. И в процессе просто добавляет фронт. Роботы, похожи на конструкцию, чаще всего используются на заботах в виде чеку станков. То есть вырезают разные детали из металла. Либо грабировщик, абсолютно разные надписи, а и ваши изделия. Высотки шансов, женщины, какую-нибудь ошибку, что приведет к углубайным последствиям. А у робота это, конечно, много меньше. Потому что у него сновлены. Вот это точные северные прибоды. Которые позволяют им работать с достаточно мелкими деталями. Манипуляторы должны использовать не только на заводах, но и в деревушках. Приготовить чай, кофе. Сделать покушку из пиццер-брода разных. Переподать сушку. Все, что уходно, главное, чтобы его правильно заприкромировали. И так же на экране вы можете увидеть. Недавно пошли в фестивале роботов, на котором купили только роботы-манипуляторы. И они показали все, на что они способны. Миша. Так, надеемся, что они будут купить. Вы готовы? Ложим попробовать. И пройдем, пожалуйста. Так, походите, чуть-чуть назад, чтобы я у вас не попала. Здесь у нас обычное средство для тестового. А, не знаю, думаю. Робот удерживается на дне с помощью вакуумного насоса с обратной стороны. Поправляется с помощью пульта. Можно поставить автоматические режимы, как сейчас. Можно управлять ручную. Сейчас, может быть, попробуем слухую башнюку. Не хочется на нас смотреть на пуль, где-то во многих людей. Можно вот так вот его подвести, и тогда у него будет кружиться голова. Можно его положить на бочок, он будет на нас литься и пытаться встать. Сейчас мы посмотрим, какие у Космо есть эмоции. Можем показывать разных животных. Вот сейчас он будет показывать котика. И прямо сейчас мы с вами посмотрим на нашу Вэлу. Так зовут нашего робота-обицианта. Итак, Вэлла приедет к нам из Китая и представлена в виде такой очаровательной кошечки. Она состоит из четырех вот таких вот подносов, каждая из которых удерживает до 10 килограммов. А также в нее встроена камера. Благодаря этой камере она видит людей, объекты, с людьми, с гостями. Можем поздороваться, поприветствовать заведение, в котором она работает. В ней в компании Тесла, по-другому же принципу, существует робот-борист, который перебивает на миски. Давайте перейдем с вами к рисовальщику, который у нас здесь, который рисует. Итак, экзамы, как вы могли видеть, очень подвижные и плавные. Все это благодаря пяти суставам. Вот, они представлены такого серого-серебристого цвета. Благодаря как раз-таки этим суставам они и двигаются. Но без вспышки, потому что у собачьих чувствительные глазки. Так, все видно? Так, хорошо. И, ребята, давайте ручками так не травить. Хорошо, я с вами договорилась? Супер. Итак, берем перед вами Айбо, которые появились в 1999 году. И созданы они компанией Sony из Японии. Уже тогда, как только они появились на рынке, они произвели самый настоящий загород. И до сих пор они являются лидерами продаж, как среди роботов-животных, так и среди роботов-принципе. Почему многие выбирают Айбо? Во-первых, потому что хозяева могут сформировать характер Айбо самостоятельно. То есть это не заводской характер, например, что она любит погрустить или недотрога, а все сугубо индивидуально, ситуативно, зависит от, опять-таки, хозяина. Также ее настроение, которое может падать, может подниматься. Все так же, как и у нас с вами, как и у людей, как и животных. Вот хвостик в данном случае служит индикатором ее настроения. Можно понять, как она настроена на какой-то коннект или нет. Итак, вы можете видеть, что в нее встроена вот камера на носике, а также на спинке. Благодаря этим двум камерам она видит своих хозяев, может ориентироваться в пространстве. Поэтому, да, сейчас она хочет, может быть, немножко поваять или же с вами поздороваться. Так, я продолжу. Она может запоминать около трех хозяев, трех лиц досконально, а остальных уже будет воспринимать как гостей, как знакомых. Да, также у нее есть несколько чувствительных зон. Это вот спинку ей можно погладить, голову можно погладить и шею. Она знает около 115 команд, к сожалению, только на английском и японском языках. Думаю, понятно, что японский, потому что страна производитель, а английский – международный язык. Поэтому, если не англоговорящий человек приобретает свой ай, вот только, как видим, на 115 слов его словарь на суд вас пополняется. Да, вы очень понравились, хочется вас всех поизучать, вам подойти. Вот, подходит собачка аллергикам, людям, у которых, например, аллергия на шерсть, а также те, которые понимают, что в силу каких-то обстоятельств не могут себе позволить настоящую живую собаку. Итак, давайте перейдем с вами к следующему экспонату. Я дам хайпич, я отвергнусь. И следующее у нас – это Альфа Мини. Альфа Мини – это вот такой маленький робот, который, несмотря на свои размеры, может стать отличным ассистентом для каждого из вас. Он прямо сейчас демонстрирует свои навыки, кул, 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 кулу, 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 кулу. И в целом может провести бискульт-минутку с ребенком или с взрослым. Тут, опять-таки, кто-то хочет. Вот такой вот нас Альфа Мини. Но это не главное, это стоит то самое. Главным его преимуществом, в принципе, является то, что в него можно записывать какие-то различные, например, напоминалки, поздравить с кого-то с днем рождения, оплатить счета и так далее. Также можно попросить его разбудить какое-то время. То есть он может слушать и будильника. С ним можно поговорить. У него есть вот такие вот ушки. Обратите внимание, давайте я так продемонстрирую. Вот они, при помощи которых он воспринимает русскую речь, русский язык и сам, естественно, говорит на русском. Так. Давайте он еще вам что-нибудь покажет. И пускай еще потанцует. Вот какой-то Мини. Также у него на лбу есть камера, благодаря которой он ориентируется в пространстве, поэтому ни в коем случае не упадет, если будет стоять, например, как будильник у кого-то на прикроватной тумбочке. Вот такой у нас Альфа Мини. Мы можем выбрать одну из пяти систем. Противоперед систему следования. Если мы нажмем на подсказку, мы можем увидеть, что где расположено. Если мы нажмем на доктора, то доктор простым языком на счет нам рассказывать про строение данной системы. Можем выбрать также другую систему, другую систему кровообращения. Увидеть, как яд за сердце. Увидеть сердце в разрезе. Если нажать на эту же подсказку, мы можем увидеть, где находится агонта, верхушка, и так далее. Он находится в механатоме у нас. Видите, положите. Давайте по легче. Роботом луи. Это у нас робот Лубма. Он был запрещен в Китае. И у него есть две основных функции. Как видите, первая это гироскутер, а вторая он может распознавать лица. Также мы можем ему приказать, чтобы он следовал за человеком. Вот он выбрал мальчика. Если мальчик не любил его, но уходит, он будет следовать за ним. Также он может фотографировать и снимать видео. Очень много датчиков и сенсоров, благодаря которым он может балансировать на одном ребре. Давайте покажу, как это он делает. Он ищет точку опоры, и когда находит, начинает вот так вот балансировать. Мы можем ему помешать. Но он не упадет, а также продолжит балансировать. Вот какой замечательный робот Купли у нас есть. Пройдемте дальше. Это у нас цифровой микроскоп. У него встроенный жидкогристаллический дисплей. Есть светодиоды для подсветки. Сейчас вы можете видеть каплю зеленки. Под микроскопом увеличит данный микроскоп от 20 до 500 крат. Также может фотографировать. И все свои фотографии он заносит на внутреннюю CD-карту. Шире ноги. Чем шире, тем шире. Шире, вот так. Еще шире. И будет все больше пересенировать. Шире, вот так. Посильнее жми, чтобы они стали зелеными. Шире, вот так. Шире, вот так. Шире, вот так. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok